Формулы жизни. Документальный фильм о математике. Как устроена жизнь. Африка. Старейший континент на планете Земля. Этот континент кажется практически бесплодным, но миллионы лет назад эта земля стала прародительницей жизни. И все же люди долго не решались подойти к основательному изучению жизни как феномена. Возможно от того, что жизнь невероятно многообразна. Каждый феномен жизни необозрим как космос. Но современная математика пытается приоткрыть некоторые тайны. Кажется, что жизнь стремительно, хаотично и бессистемна. Но с помощью математики мы можем вычленить из хаоса порядок и понять, что такое феномен жизни. И начнем мы с поисков ответа к загадке о размерах животных. Почему продолжительность жизни у всех животных разная? Почему они растут с разной скоростью? Одинаковое ли время жизни отведено каждому живому существу? Чем похожи и чем отличаются наши жизни? Есть ли закон, который контролирует этот феномен? Ответы на эти вопросы можно найти, следуя дорогой жизни. Часть вторая. Закон размера. Выживание и воспроизводство – главные функции практически любого живого существа. Именно они заставляют животных отправляться в длительный путь. Животные, которые приходят сюда в это время года, большую часть своей жизни кочуют. Профессор математики Парк Хёнджу. В зависимости от сезона года на планете наблюдается миграция разных животных. Среди наземных животных самые массовые миграции совершают травоядные обитатели Африки. Наибольшая доля травоядных мигрирующих в Кению приходится на гму. У них есть веская причина из года в год возвращаться сюда. Для местного климата характерны два периода – сезон дождей и сезон засухи. С началом засухи выгорают пастбище, где питаются травоядные. Поэтому в мае полтора миллиона гну вынуждены покидать южную территорию парка Серенгети. В поисках новых пастбищ они мигрируют на северо-запад. Финальная точка их пути – кенийский национальный заповедник Масаимара, в 800 километрах отсюда. Весь уклад жизни гну подчинен миграции. За три месяца до своего длительного перехода они должны дать потомство. Массовая миграция начинается в мае. Молодняк тоже отправляется в путь. За сто дней непрерывного странствия им предстоит преодолеть 800 километров. По мере пути один из детенышей начинает отставать. Когда гну отделяется от стада, он тут же становится добычей для львов. Гну оборачивается. Это мать. Она разрывается между материнским инстинктом и зовом стада. Она ничем не может помочь малышу. Ну и просто уйти отсюда она тоже не может. К счастью, детеныш собирается силами, чтобы догнать сородичей. Движимые инстинктами животные продолжают свой дальний путь. Массовая миграция завершается, когда животные переходят реку Мара в Кении. Здесь, на берегах реки, их ждут 2-3 месяца относительно спокойного выпаса. Но ради того, чтобы добраться до безопасных полей, гну придется кем-то пожертвовать. Река Мара протекает через национальный заповедник Масаи Мара. Здесь и завершается их трехмесячное путешествие. Гну не сразу решается пересечь реку. В воде притаилось множество хищников, выжидающих, когда стадо войдет в воду. Безобидные на вид гиппопотамы обладают свирепым нравом. Если гну посигнут на их водные владения, челюсти гиппопотама сразу же превратятся в смертоносное оружие. Но наибольшая опасность для гну исходит не от гиппопотамов, а от крокодилов, оголодавших за долгие месяцы. Даже при малейшем появлении крокодила гну бросаются в рассыпную. Два часа вожак собирается с духом. Он крайне осторожен. В прошлые годы многие из его сородичей погибли в этой реке. Как только гну оказываются в воде, обратной дороги для них нет. Они с тремглав бросаются вперед, чтобы увеличить свои шансы на спасение. Сегодня на переправе более десяти тысяч гну. Все спешат совершить переход. Как только вожак оказывается на другом берегу, остальные бросаются за ним. Животными руководить не решимость, а страх. Если гну не успеет перебраться через реку вместе с товарищами, ему придется в одиночку ночевать в саванне. Крокодилы не могут себе позволить упустить такой шанс. Но в этом году река мельче, чем в прошлом, поэтому гну быстро ее пересекают. Крокодилам сложно выбрать себе добычу. На противоположном берегу гну ждут райские пастбища. Но позади остаются те, кто не решаются на переправу. Один из них – детеныш. Ему впервые придется перебираться через реку. Мать подталкивает его вперед. Но у самой кромки воды так трудно решиться спуститься вперед. Мать показывает пример, и детеныш следует за ней. Крокодил тоже начал двигаться, готовый наброситься на жертву. Малыш увернулся от опасности, но его соседу не повезло. Челюсти крокодила в 10 раз мощнее, чем у большой белой акулы. Попавшая в зубы хищнику жертва не имеет шансов на спасение. К счастью или нет, но крокодил, кажется, ухватил гну только за кожу на брюхе. Немного поборовшись, животное еще может вырваться. Но не зря у крокодила дурная слава. Так легко свою жертву он не отпустит. Этот гну проделал длинный путь. И сочные поля уже видны впереди, но ему не суждено туда попасть. Гну мигрирует более миллиона лет. Молодняк, который совершил путешествие в этом году, будет повторять этот путь каждый год, как делали его предки до тех пор, пока это будет помогать им выживать. Всю жизнь гну спасаются от опасности. Когда они убегают от хищников, их сердце бьется так сильно, что вот-вот разорвется. На отдыхе оно приходит в норму. Сколько ударов отчитает сердце гну за всю жизнь, если он не станет добычей хищника? Согласно исследованиям, примерно полтора миллиарда ударов. Примечательно, но ровно такое же количество ударов бьет у слонов, львов, мангустов и даже самых мелких африканских млекопитающих. Все они не исключение. Но почему у всех млекопитающих одинаковая продолжительность жизни, равная полутора миллиардам сердечных ударов? Продолжая исследование, мы обратились к специалистам за разъяснениями. Кенийский национальный департамент по охране живой природы занимается природоохранной деятельностью в своей стране. Сегодня сотрудники осмотрят несколько животных. Медицинское наблюдение включает проверку состояния зубов и анализ крови, а также мониторинг сердцебиения. Медицинское наблюдение Сегодня специалисты проверяют слонов. Африканский слон, но самое крупное сухопутное животное на планете, имеет вполне свирепый нрав. Чтобы провести исследование, слонов приманивают на открытый участок и усыпляют с помощью дротиков с транквилизатором. Машина с исследователями заворачивает, чтобы подогнать слонов. Вдруг возникает непредвиденная ситуация. Один из слонов, в которого попали транквилизатором, убегает в лес. Преследовать на машине слона в лесу невозможно. Съемочную группу исследователей в лес не пускают. Высокая вероятность нападения слона. Мы решаем подождать в поле. Прошло примерно полтора часа, и ветеринары показались из леса. Несмотря на наши опасения, со слоном все в порядке. Результаты заносятся в журнал. Мы изучаем состояние здоровья еще одного животного. Беглый осмотр не выявил ничего необычного. Интервалы между сердечными ударами, кажется, зависят от веса животного. Чем больше вес, тем медленнее бьется сердце. В среднем сердцебиение у антилоп импала достигает 150 ударов в минуту. Переходим к другому животному льву. И отмечаем, что частота сердечных сокращений снизилась до 60 в минуту. Сердцебиение самого крупного из млекопитающих африканского слона достигает 30 ударов в минуту. Один удар в две секунды. Чем объясняется столь заметное снижение частоты сердечных сокращений у крупных животных? Чтобы понять это, заглянем в организм и посмотрим на работу сердца. Сердце качает кровь и по сосудам переносит кислород и питательные вещества по всему телу. Конечная цель – клетки. За счет энергии, передаваемой кровью, в клетках происходит метаболизм. Но ведь размер клетки одинаковый у всех животных. И существенной разницы в размерах клеток у слонов, львов или крыс не наблюдается. Получается, что у крупных животных клетки не увеличены в размерах, их просто больше. Как меняется количество клеток в зависимости от размеров тела? Профессор биологии Атагава Тацуо. Допустим, животное вдвое увеличилось в росте. Соответственно, удвоилась его ширина и длина. Форма тела при этом осталась прежняя. При удвоении показателей роста, ширины и длины, объемы тела возрастут в 8 раз от первоначальных. Настолько же увеличится и количество клеток. Представим крысу в виде куба. Допустим, что в кубе есть одна клетка. А теперь сделаем второй куб в два раза выше первого. Ширина, длина и высота удвоились. Значит, во втором кубе уже 8 клеток. Высота куба увеличилась вдвое, а число клеток в 8 раз. У этого молодого носорога рога еще растут. Мама носорог в два раза выше своего детеныша. Значит, клеток у нее должно быть в 8 раз больше. В человеческом теле около 100 триллионов клеток. Сложно представить, сколько клеток насчитывается в теле носорога самца. С увеличением числа клеток они могут претерпевать ряд трансформаций. Клеткам нужна энергия. Любые живые клетки, выращенные вне тела, потребляют одинаковый объем энергии. Но внутри тела совсем другая история. У небольших животных клетки расходуют много энергии. И наоборот, у крупных животных клеткам требуется меньше энергии, чем их мелким собратьям. Потому что у крупных животных клеток хоть и больше, но активность их ниже. Джеффри Уэст, Институт Санта-Фе. Если вы станете в 10 тысяч раз больше, то скорость метаболизма клеток упадет в 10 раз. И в секунду вам потребуется лишь одна десятая от метаболической энергии. Также в 10 раз снизится частота сердечных ударов. Она замедлится десятикратно. Сердце кита бьется несколько раз в минуту, а у землеройки колотится больше тысячи раз в минуту. Сложно такое себе представить. У мелких животных клеток меньше, но они постоянно функционируют в напряженном ритме. Таким клеткам нужно больше энергии, поэтому сердце работает интенсивно. А со слонами обратная ситуация. В их организме много клеток, но каждая потребляет меньше энергии, поэтому сердце бьется медленнее. Только не думайте, что если животное будет бесконечно увеличиваться в размерах, то и сердце у него будет замедляться без предела. Есть один неочевидный принцип, который усложняет расчеты количества сердечных сокращений и размера животного. Солнце восходит над саванной. За ночь животные отдохнули, и их сердце вновь набирает темп. Интенсивность сердцебиения находится у них в прямой зависимости от времени. Все дело в том, что хищник должен постоянно охотиться на добычу. При беге на максимальной скорости гепард Чита разгоняет сердце до 250 ударов в минуту. Но в таком состоянии гепард сможет пробежать не более 500 метров. Объяснение простое. Его сердце не выдержит такой нагрузки. Охотиться животное может только один раз в день. Большую часть дня гепарды проводят в тени, спасаясь от палящего солнца. Минимальное количество энергии, расходуемой гепардами в период покоя, называется базальным метаболизмом. Если говорить об энергии, необходимой для базального метаболизма, надо вспомнить о том, что интенсивность сердцебиения зависит от размеров животного. Вес слона достигает 4 тонн, а сердце сокращается примерно 30 раз в минуту. Львы весят около 200 килограмм, при этом сердце бьется 60 раз в минуту. У некоторых видов крыс, одних из самых маленьких млекопитающих, вес составляет каких-то 25 грамм, а сердцебиение насчитывает 800 ударов в минуту. Связь между скоростью сердцебиения и размерами тела у всех млекопитающих настолько очевидна, что выстраивается впрямую на графике. Каждый вид слоны, игну, газели ведет присущий для него образ жизни, но интенсивность сердцебиения у них у всех подчиняется одному правилу и зависит от веса животного. Скорость сердцебиения у всех млекопитающих пропорциональна квадрату 1 четвертой от их веса. Другими словами, если вес увеличивается в 10 раз, то сердце замедляется до половины от начального показателя. Это правило работает на всех млекопитающих. От крыс до слона. Профессор Сим Имбо. Это удивительно. Все говорит о том, что существует закон природы. Животные устроены одинаково, вне зависимости от их размера. У всех млекопитающих чистота сердцебиения зависит от размеров тела. Зависимость скорости сердцебиения от размеров тела также соотносится с биоритмами человека. В заповеднике Масаи Мара проживает племя Масаи. А название заповедника Масаи Мара переводится как «Земля, где обитает племя Масаи». Традиционный танец Масаи Адуму. Его исполняют мужчины племени после удачной охоты на хищника или по случаю значимого для деревни события. Здесь, где незамысловатый ландшафт лишен горы и холмов, а горизонт вытянулся прямой линией, люди выражают в танце желание увидеть мир. Уклад жизни в деревушке Масаи незатейлив. Особенно для детей. Время тянется бесконечно долго. Занять себя нечем, остается только пасти скот, помогая родным. А старики относятся ко времени иначе. Дни пролетают незаметно, сезоны быстро сменяют один другой. Исследователи выявили физиологический принцип, касающийся связи между размерами тела и интенсивностью работы сердца. У младенцев сердце бьется быстро, около 130 ударов в минуту. Повышенное сердцебиение заставляет кровь циркулировать на большей скорости. Кровеносная система также работает быстро. У ребенка маленькое тело, а значит, сердце бьется быстро, и все биоритмы ускорены. Поэтому все, что происходит вокруг ребенка, кажется ему медленным. На помере роста и взросления сердце снижает скорость. Биологические часы замедляют ход, и взрослому человеку изменения в окружающем мире кажутся быстрыми. Тело увеличивается в размерах, сердце замедляется, биологические часы начинают идти медленнее. В юности тело человека меньше, скорость сердца выше, обменные процессы протекают быстрее. Время вне тела кажется на контрасте замедленным. Человек взрослеет, его тело растет, сердцебиение, как и обменные процессы, замедляются. Время вне тела кажется на контрасте быстрым. В абсолюте время одно и то же, но биоритмы отличаются. Это правило распространяется на любой живой организм, в том числе на человека. Даже если мы находимся в одном и том же месте, время воспринимаем по-разному. И одно мгновение для каждого из нас проходит по-разному. Часы показывают одно и то же время для всех. Во всем мире время идет одинаково. Но я задумываюсь о том, как живые существа его воспринимают. Интенсивность сердцебиения и дыхания у крыс высокая. Они быстро растут и умирают. Для мелких животных время летит быстро. А крупные животные, такие как слоны, двигаются неторопливо. Животные по-разному воспринимают время. Слон двигается всем своим весом и кажется, что его движения заторможены. А мышь снует повсюду. Все это согласуется с формулами. Это повсеместное явление. Как видно, всем млекопитающим присущи одинаковые принципы, которые устанавливают зависимость между скоростью сердцебиения и размерами тела. Но не все закономерности, касающиеся размера, актуальны для сердцебиения. Частота дыхания у млекопитающих также замедляется пропорционально 1,4 от их размера. Время, необходимое для циркуляции крови, также подчиняется определенным принципам и соотносится с размерами тела. Время, необходимое для полового созревания, диаметр, основных артерий и примерно 50 других параметров развития организма, зависит от его размеров. В том числе и продолжительность жизни. Чем крупнее вид, тем длиннее средняя продолжительность жизни. Угол наклона этой прямой отличается от прямой, обозначающей сердцебиение. При перемножении кривых получаем прямую, которую можно выразить в цифрах. Продолжительность жизни каждого вида млекопитающих ограничена полутора миллиардами сердечных ударов. Продолжительность жизни каждого вида млекопитающих Тот факт, что у различных видов млекопитающих насчитывается одинаковое количество сердечных ударов от рождения до смерти, говорит о том, что весь ход жизни подчиняется определенным правилам. Речь идет не только о животных. Это же касается и растений. Если с дерева срезать ветку с растущими на ней веточками, она будет и выглядеть как деревца, хотя она всего лишь часть от большого дерева. И свойства у нее будут такие же. Это называется самоподобной или фрактальной структурой. Математическая основа этой теории указывает на то, что мы точно такие же. Человеку, как и деревьям, тоже присущи эти свойства. Взять легкие и дыхательную системы человека. Они тоже будут похожи на дерево. Фрактальная теория Фрактальная теория объясняет свойства, присущие человеку, животным и растениям. Заинтересовавшись вопросом, мы решили своими глазами взглянуть на крупнейшую фрактальную структуру. Фрактальная теория Фрактальная теория пришла из математики, а та, в свою очередь, позаимствовала ее у природы. Интересующую нас гигантскую фрактальную структуру можно разглядеть с большой высоты. Самолет оборудован специальной камерой. Агентство по гидрографии и океанографии Кореи уже много лет производит съемку корейского полуострова с целью определить точные размеры береговой линии. Сегодня самолет будет исследовать участок Чингхэго на юге страны. Местный ландшафт представляет собой классический пример Риасовой береговой линии. Побережье образует протяженные узкие заливы, сформированные из частично подтопленных речных долин, известных как Риа. Примечательно, что побережье сохраняет изрезанный рисунок даже на крупном плане. Это разновидность фрактальной структуры. Она, в свою очередь, состоит из более сложных отрезков. Это легко заметить. Возьмем ноль за отсутствие размерности. Линии одномерны. Площадь двумерна. Тогда как назвать эту зигзагообразную линию? Одномерной или двумерной? Во фрактальном анализе размерность этой линии лежит в интервале между единицей и двойкой. Согласно этой логике, фрактальная размерность южного побережья Корейского полуострова равна 1,3. Сходным образом фрактальную размерность имеют кровеносные сосуды животного, ведь они такие же извилистые, как линия побережья. На береговой линии вы не найдете прямых отрезков или участков, поэтому ее размерность равна 1х. Здесь и проявляется теория фрактальной размерности. А как работает теория, можно посмотреть на примере структуры кровеносных сосудов. Если ближе взглянуть на кровеносные сосуды в теле человека, видно, что они тоже имеют фрактальную структуру. Фрактальная размерность сердечно-сосудистой системы тесно соотносится с графами других биологических систем. По своей структуре кровеносная система схожа не только у людей, но и у всех млекопитающих. Структура клеток и кровеносных сосудов у млекопитающих напоминает электропроводку. Свет от лампочки расходится по всей комнате, так и клетки распределены по всему живому организму. Кровеносная система схожа с электропроводкой. Даже если добавить больше лампочек, система проводки все равно не изменится. Те же принципы будут действовать в больших зданиях. Если не на 99,9%, то на 90% или 95% мы такие же, как собаки, кошки и слоны. По сути, мы с ними одинаковые. Мы только один из вариантов одного и того же. Даже если животные внешне выглядят иначе. И если речь идет о функционировании, то биологические организмы это масштабированные версии относительно друг друга. Слоны это укропненная версия человека, а человек это увеличенная версия мыши. Вне зависимости от размеров животного феномен жизни подчиняется предсказуемым законам. Что эти законы нам говорят? Нельзя не заметить, что они распространяются не только на блекопитающих, но, как нам кажется, на саму жизнь. А значит, мы наблюдаем удивительное единство жизни. Среди, казалось бы, бесконечных форм жизни обнаруживается простой закон, который управляет этим феноменом. А ключ к пониманию основополагающих принципов это математика. Сколько еще феноменов в жизни предстоит нам постичь? Математика играет важную роль в наших попытках разобраться, как все устроено. Сегодня роль математики становится все более заметной, ведь она открывает окно в будущее. Те прагматические идеи и творческий подход, которые мы сами же и формируем, станут нашими главными помощниками на пути к намеченной цели. Камера и свет Парк Онсан Со Юн Хо Музыка Чхве Вин Кюн Перевод Вероника Абыночная Консультант Профессор Парк Хёнджу Исполнительный продюсер Ким Бангюль Сценарий Ли Сон Йон Продюсер и режиссер Ким Хон Чу Мун Хён Сик Озвучено по заказу в CLS Media в 2017 году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова